приветствую всех на моем канале меня зовут наталья и сегодня я вам хочу показать как украсить игрушку сегодня я использовал немного другой способ обработки шара возможно кому-то вам покажется легче или проще и в следующем видео я вам покажу как сделать вот такой бантик ну что же приступим для сегодняшней работы мне конечно же понадобится сам шарик как обтягивать ссылочку я оставлю для бантика мне понадобится ленты 4 на 10 10 отрезочков и 4 на 8 3 отрезочка мне понадобится лепнина сегодня я буду использовать новый молд ссылочка на него я также оставлю серединочка полу бусины разного размера жемчужная цепь она у меня 3 миллиметра полу бусины двойные 4 миллиметра одинарные полу бусины кисточка и лента она у меня три миллиметра можно использовать 5 миллиметров а также я сегодня буду использовать акриловые краски начинаем работу с того что маскируем место склеивания наносим тоненький слой клея и подклеиваем ленту она у меня 3 миллиметра можно брать 5 миллиметров обязательно все края лента запаиваем сегодня я немного по-другому покажу обработку с кисточкой я вот уже обрезала кисточку и загнула вот эти ленты вовнутрь вот вы видите чтобы создать большую платформу и обозначила серединочку и вот таким образом подклею кисточку нанесу клей и вот на края не крепко подклеиваю кисточку даю и хорошо закрепиться обязательно всегда намечайте серединочку чтобы не пришлось потом эту кисточку отдирать и обрабатывать шар по новой даем хорошо кисточки закрепиться и теперь берем полу бусины и подклеиваем подклеиваем полу бусины до серединочки возможно этот способ обработки кому-то покажется легче я сама в процессе работы иногда открываю для себя какие-то более легкие или более быстрые способы и конечно же мне хочется поделиться с вами наношу две полосочки клея тоненькие и подклеиваю полу бусины дохожу до серединочки и затем от серединочки по второму краю ну вот шов мы замаскировали у меня отмечена серединочка центр и пока шарик отложим новая лепнина которую я вам говорила конечно же ссылочку я оставлю и это уже знакомая лепнина но так как я буду приклеивать одно на другую мне вот здесь вот этот вот утолщение мешает я просто беру ножнички сначала вот так немного сверху а затем просто вот это все лишнее обрезаю до глина очень хорошая она и немного растягивание растягивается сгибается и ее можно подрезать если надо но она уже исчезла из магазинов даже не знаю где сейчас ее покупать я запаслась мои постоянные подписчики спрашивают где вот даже не знаю что вам сказать вот все обрезала и лишнюю толщину я убрала беру акриловую краску кисточку вы ее видели в предыдущем видео мое и просто ее подкрашиваю и также подкрашу часы и вот эти цифры я подкрашу розовым цветом пока у меня сушится передняя часть лепнина обработаем заднюю часть как я уже говорила вот у меня серединочка и я взяла ленту подколола ее чтобы примерно разделить шар на три части заднюю часть шара на три части конечно же все ленты обжигаем прикладываем ленту совсем вплотную кисточки и подкалываем затем натягиваем ленту кверху и оставляем небольшой припуск также закалываем вот таким образом и теперь нам надо ровненько разделить вот все на три части берем ленту и примеряем вот здесь получается надо передвинуть снова начинаем мерить еще раз померяем примерно все одинаково теперь берем иголочки и по краю вот где лента проходит подклеиваем иголочки и мы будем знать что на расстоянии полтора миллиметра от иголочек будем наносить клей вот таким образом намечаем теперь откалываем ленту и начинаем ее подклеивать совсем чуть-чуть клея наносим чтобы ее закрепить для начала и теперь на расстоянии как я уже говорила полтора миллиметра наносим клей конечно это можно карандашиком но мне так удобнее возможно кому-то тоже так будет удобнее и вот вы видите ленту располагаю вдоль иголочек подклеим одну сторону затем вторую одну ленту я уже подклеила полубусина и как я уже говорила начинаем работу снизу от кисточки прикладываем полубусины и смотрим надо ли нам одну полубусину обрезать или нет вот в этом случае не надо вот здесь я одну обрезала примерили отодвинули полубусины наносим клей клей стараемся наносить аккуратно и тоненькие полосочки и конечно же совсем немного не надо наносить 5 сантиметров клея вот все аккуратненько приложили переворачиваем работу для удобства и начинаем подклеивать дальше и таким образом обрабатываем всю ленту на другой стороне я уже наметила где будет находиться моя рамка вот у меня отмечено центр отмечен и где расположение самой рамки обязательно всегда накалываете чтобы потом долго не думать и как бы сразу приклеить для приклеивания я использую универсальный клей и просто наношу его на свою лепнину обязательно все края промазываем чтобы они у нас все приклеились и теперь располагаю рамку вот у меня все намечено теперь убираю иголочки укладываю свой шар и накрываю салфеткой и прижимаю даю клею закрепиться обязательно салфеточкой не руками если лишний клей то он обязательно приклеится к салфетке они к пальцам и даю рамочки хорошо закрепиться рамочка приклеена и одну часть ленты я уже подклеила также начинаем от кисточки подклеиваем край ленты у самого основания кисточки и затем кисточку в натягиваем до вершины и обрезаем с небольшим припуском и так же само располагаем закалываем иголочками и подклеиваем и затем подклеиваем полубусины когда все мои ленты и полубусины приклеены я подклеиваю жемчужную цепочку также начиная от кисточки наношу 1 сантиметр клея даже чуть чуть меньше и подклеиваю первые несколько звеньев затем отодвигаю цепочку наношу слой клея тоненький прямо так по бусинкам прохожусь и под натяжением подклеиваю цепочку и подклеиваю все нужные места обычно я вот до середины заднюю часть не украшаю когда у нас все ленты обработаны на одну из сторон подклеим полубусины на небольшом расстоянии я отметила серединочку и здесь будет находиться моя самая большая полубусина наношу немного клея беру полубусину и располагаю ее сразу не придавливаю даю клею 2 секунды застыть и вот сейчас ее так аккуратненько если я вижу что клей чуть-чуть выползает даю еще 2 секунды и теперь можно прижать все клей закрепился наношу следующую капельку клея беру бусину полубусину точнее и также располагаю ее носик прочищаем и теперь самую маленькую если ничего не выползает нигде можно сразу придавить и со второй стороны шарик украшен и все подклеено мне осталось подклеить циферблат также беру свой клей универсальный наношу клей и приклеиваю также прижимаю сильно салфеточкой как я уже говорила располагаю циферблат слежу за тем чтобы у меня все было ровно и накрываю салфеточкой циферблат приклеен и по боковой части я приклеила полубусины и вот что у меня получилось надеюсь вам мое видео сегодня понравилось и было полезным вы узнали что-то новое в следующем видео я вам покажу как сделать бантик как вы видите это новый бантик а на сегодня все до новых встреч пока пока